Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Гость в студии» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня в гостях у нас профессор, доктор технических наук, общественный и политический деятель Михаил Поживанов. Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствую вас, Александр! Приветствую всех, кто смотрит нас сегодня. И объясню почему, потому что всегда у нас с вами складывается интересный конструктивный диалог. Вот и сегодня накопилось много тем и вопросов, которые хотелось бы обсудить с вами. Но начну, пожалуй, с одного из основных или с одного из главных вопросов. Это, конечно же, безвиз. Украина наконец-то получила долгожданный безвиз. И вот как вы думаете, какие преимущества, какие перспективы открывает этот безвиз для украинцев? И какие риски возможны в случае того, что этот безвиз будет работать? Ну, действительно, это событие. Событие для страны. Реально, я больше чем уверен, что большинство из нас ожидало еще со времен Ющенко, когда он своим указом отменил визовый режим для стран Евросоюза. Да, и они к нам с 2005 года ездят. Ну, ездят и ездили без визового режима. И тем не менее, для Украины оставляли визовый режим. Европейские ценности, желание жить ближе к Европе, вот те стандарты, они фактически были основой последней революции на Майдане. И те жертвы, небесная сотня. Я думаю, что Европа все-таки наконец-то это все реально оценила. Оценила, возможно, наше какое-то начало движения по становлению тех европейских стандартов в нашей стране. Мы как минимум начали декларировать, что мы начали меняться. И какие-то знаковые вещи, которые иногда пробуксовывают, иногда не так работают, как хотелось бы. Это касается электронных деклараций и изменений в бюджетный кодекс по местному самоуправлению. Скажем, что такого бюджета, как на сегодняшний день, и не благодаря тому, что эффективно работает городская власть, только за счет перераспределения средств между государственным и местным бюджетом, никогда не было ни в Одессе, ни в Мариуполе, ни в Киеве, ни в одном другом городе не было, как сегодня. И это тоже были одни из тех заданий, которые стояли перед нашим парламентом, нашими руководителями. И мы на этот путь встали. Если говорить о рисках, что может быть? Ну, с одной стороны, наверное, основная масса населения все-таки сразу этим воспользоваться не сможет. Люди, независимо от того, визовый или безвизовый режим, которые получают минимальную пенсию 1300 гривен, они не имеют возможности ехать, путешествовать, визовый он или не визовый. Те, кто ездили и занимались туризмом, они так и занимались бы, они это могли делать. В моем понимании у меня получилось, что после введения без виза я летал в Будапешт, я посмотрел на самолет, ну, не на самолет, а на пассажиров этого самолета. Я скажу, что очень много молодежи, то есть я летел визаэром, это лоукост, там за 30 евро можно было купить билет в одну сторону, то есть за 60 евро Киев, Будапешт, Будапешт, Киев. Если раньше эта молодежь покупает билеты, то еще дешевле, там чуть ли не от 20 евро можно купить. Ну, то есть вполне доступно. Вполне доступно. И те, кто пользуется интернетом, они сами понимают, без туристических агентств, они могут найти там и жилье довольно-таки адекватное, да, те же хостелы, и приехать посмотреть, посмотреть вот те европейские ценности. Минус, то, что это только безвиз для туризма, то, что безвизовый режим не дает возможности человеку ехать и подавать документы на учебу, все равно необходимо получать учебную визу. То, что безвиз не дает возможности права на работу, это тоже, ну, плохо ограничения определенные. И в этой ситуации мне хотелось бы только одного, чтобы через какое-то время, знаете, наша власть начала, ну, там, целый день концерты 11 июня было, да, целый день там президент едет, проводит митинги, по всей стране губернаторы проводили праздник. Да, они из этого события постарались выжать максимально вот того политического имиджа для себя, что вот мы это сделали, чтобы оно не перекрутилось и не стало в обратную сторону. Потому что пролетит летние 2-3 месяца, экономическая ситуация не меняется, ничего не меняется, и люди очень быстро привыкнут, что мы можем ездить без безвиза и будут ждать чего-то большего, и будут хотеть чего-то большего. Вот в этом какие-то риски может быть. И люди всегда хотят следующего, вот мы достигли, да, одной какой-то цели, должна стоять следующий этап. И мы к ней должны стремиться вот к тем условиям жизни Евросоюза. Вот, вот, сейчас интересный момент, Михаил Александрович, дело в том, что, безусловно, безвиз это один из этапов, которые, слава богу, мы настигли, все замечательно и прекрасно. То есть люди, которые хотят путешествовать, они получили такую возможность, их никто не ограничивает, и это замечательно. Но этого мало. Вы совершенно справедливо заметили, что люди хотят жить по европейским стандартам и европейским законам. То есть главная цель это членство в Евросоюзе. Почему я говорю о рисках? Потому что многие сейчас могут воспользоваться этим безвизом и нелегально работать, подрабатывать или вообще уезжать из страны. Откровенно, этого и так очень много. И так много, да, конечно. Я много очень езжу, особенно по странам Восточной Европы, то есть это Польша, Прибалтика, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, та же там, Словения, Хорватия. Я не просто встречаю наших соотечественников, они все работают, работают таким вахтенным методом. Они получают, конечно, по вот этому прикордонному руху, ну, приграничному движению, у них упрощенное получение виз. Они заезжают вроде как в 50-километровую эту зону, в Польшу в основном, это Волынская и Львовская области. И Закарпатье и Черновцы по своим там, Словакия, Венгрия и Румыния. Они заезжают, они остаются на эти 90 дней, находят работу. Я встречался в некоторых там гостиницах, смотрю, ну, чуть ли не весь персонал украинский. Говорю, а как так? Как вы здесь? Виза, рабочие? Нет, мы приезжаем, у нас типа две бригады. Одна бригада 90 дней работает, вторая возвращается. Они довольно-таки понимают, ну, реально они понимают, понимают, что, к сожалению, мы вот в таком режиме не имеем возможности претендовать на какие-то очень высокооплачиваемую работу. Да, и в основном занимаем ту нишу, где сами европейцы не всегда очень хотят работать. Это уборщицы, это сиделки, это водители, это те, кто занимается там убиранием дворники или там мусорными. То есть такая неквалифицированная работа, тяжелая. И она для этих стран довольно-таки выгодная, потому что большинство из наших людей, они готовы там за 700-900-1000 евро в месяц работать. А, скажем, свой там венгр или чех, он за эту работу, ну, там меньше, чем 1700 или 2000 евро никогда не захочет получать. Поэтому это есть. Что касается членства в Евросоюзе, все-таки вот более того, мы... Я думаю, что это очень отдаленная перспектива. Нам вот там Верховная Рада голосует за то, что мы должны сотрудничать с НАТО. Это, вы знаете, мы выполнили, ну, вот как по безвизу, называлась цифра 144 каких-то там требования, условия. Мы выполнили, получили безвиз. Если говорить о стандартах в целом Евросоюза, то поверьте, что это уже не в сотнях. Это в тысячах будут измеряться требования, которые мы должны поменять внутри себя, внутри нашей страны. Коррупция, наверное, у всех уже на устах. Но коррупция, она тянет за собой все. Это изменение правоохранительной системы, это изменение судебной системы. То, что стандарты жизни, так называемые, это и свобода слова. Это и право или равенство на совершенные взгляды, независимо какой ты религии, какого цвета твоя кожа. Как ты относишься к традиционным, нетрадиционным. В общем, это есть определенные, скажем, ценности, которые требует Европа. И как к этому будет относиться общество, оно тоже до конца непонятно. И куда оно может пойти. Я думаю, что реальный путь, это 15, может быть, 20 лет. Не менее, не менее. Но эту задачу мы должны ставить для себя. Давайте откровенно говорить, что по зоне свободной торговли те ограничения, которые осознанно, неосознанно, в договоренности с другими странами или нет. Но барьером определенным у нас была Голландия. Да, мы все помним, что все ждали референдума. Референдум сказал нет. Потом нашли лазейку, как может проголосовать парламент и там верхняя их палата, для того, чтобы ратифицировать все-таки. Те ограничения, которые они написали, это запрет в торговле. Это никакого продвижения по линии нашего вступления в Евросоюз. Чтобы они такие барьеры определенные поставили. Это было последнее. На сегодняшний день, в моем понимании, огромная задача президента, правительства, Верховной Рады Украины в рамках этого договора о зоне свободной торговли все-таки получить наиболее выгодные условия для нашей промышленности. Для нашего сельского хозяйства. Чтобы наша продукция конечная. Мы не должны продавать, я проезжал там Одесский порт, порт Южный, смотрел, как оно все есть. Полуфабрикаты. Мы продаем заготовку, мы продаем слябы, но мы не продаем готовую продукцию. Мы продаем зерно, но мы не продаем макароны. Мы макароны, может быть, даже из нашего зерна покупаем из других стран или какие-то там мучные продукты. И вот это огромный минус. И те квоты, те ограничения, которые были, вот это задача нашего правительства. Идти и делать. Кроме того, мы должны снять окончательно барьеры по валютному регулированию. Тот вред, который стране нанесла Ерейска вместе с Яценюком, когда государственные бумаги, они отказались оплачивать, списали типа эти долги, сделали людям минус 20%. Это были государственные бумаги государства Украина. И в них вкладывали какие-то там средние предприниматели, потому что цена вложения была там шаг 50 тысяч евро. И доходность была обеспечена небыто государством. И оно все провалилось. И когда я сегодня езжу и разговариваю, я в этой теме довольно-таки хорошо ориентируюсь. Потому что в свое время, когда я у Амельченко работал замом главы Киевской городской государственной администрации, я отвечал за внешнеэкономическую, инвестиционную деятельность. И первые зовнишние заимствования я делал. Я ездил в рот-шоу, объяснял, рассказывал. Я полностью понимаю, кто это. И когда сегодня ты едешь и общаешься с этим бизнесом, они говорят, не, Украина у нас до 2020 года вычеркнута даже к рассмотрению. Поэтому мы должны поменяться в первую очередь внутри. Тогда мы сможем пойти очень хорошо без виз. Вот вернусь. Хорошо, чем наша молодежь в первую очередь будет видеть те стандарты. Будут то, чем нас пугали, дикий капитализм, пусть они посмотрят. Пусть они посмотрят больницы в Чехии. Пусть они посмотрят дома для престарелых в Австрии. Пусть они посмотрят систему социальной защиты в Словакии. Не просто на два дня где-то приедут, увидят красивую архитектуру, какие-то там наследия ЮНЕСКО во всех этих странах. Попытаются окунуться в ту жизнь, как живет простой гражданин. И когда мы поймем, что это действительно тот стандарт, которого заслуживает пенсионер, который не видит для себя проблемы с лекарствами, пойти в больницу, чтобы тебя приняли, получить льготный проезд в транспорте, и он работает. Никто тебя не выпихнет из маршрутки или откуда-то и не скажет, что вы нам на хлебнике не нужны. И это работает в капиталистической Австрии, или я еще раз говорю, все эти страны, где я поперечислял. Поэтому эти стандарты действительно надо принести, и в этом будет плюс. Если говорить о НАТО, ну нас там больше 70 лет, скажем, в определенных условиях воспитывали. И начиная после создания там 49-го года воспитывали, что НАТО это враг. Да, оно у какой-то части населения осталось. На самом деле это больше политический блок, чем военный. И вот те стандарты соответствия, нам их надо еще заслужить. И мало ли кто мне нравится, да, главное, чтобы я еще кому-то понравился. Ну безусловно. То есть это тоже перспектива такая. Да, но плюс будет, если программа выполнения этих стандартов у нас будет записана, и она будет выполняться, это огромный плюс для нас. Даже если мы не будем приняты, но эти стандарты начнут работать в нашей стране. От этого я уверен, что все мы выиграем. Хорошо. Еще одна тема, которая широко и горячо сейчас обсуждается, это ситуация в зоне АТО. Вы прекрасно знаете, что совсем недавно Александр Турчинов, глава Совета национальной обороны и безопасности, заявил о том, что вот эта форма проведения АТО якобы себя исчерпала. И эту, ну скажем так, военную операцию надо каким-то образом переформатировать. Что это означает? Потому что многих это пугает, многих настораживает. И в какой форме будет дальше проводиться эта военная операция? Я вам откровенно скажу, что у меня крайне негативное отношение в целом к Турчинову. По тем действиям, которые проводились им, как главой Верховной Рады, исполняющим обязанности президента, с февраля до, ну практически инаугурации, до 7 июня 2014 года. И все те потери, потеря Крыма, вот та ситуация в Донбассе, буквально вот эти выходные праздновалась третья годовщина освобождения города Мариуполя. Вдумайтесь, мы праздновали третью годовщину освобождения Мариуполя от сепаратистов. И если бы бойцы Азова не действовали вопреки тем командам, вот если бы действовали Минские соглашения на тот момент, Мариуполь был бы до сегодняшнего дня в той серой зоне. И здесь, ну, что тебе, Александр Турчинов, мешало в 2014 году не вводить АТО, а дать команду вооруженным силам Украины, навести там порядок? Вы игрались. Сегодня вы чувствуете, что ваши рейтинги низкие. Да, мы хотим показать, потому что народу это же не нравится. Порошенко обещал, что он за две недели закончит войну. Только благодаря этому Порошенко набрал свои 51-52% голосов поддержки. Если бы этого не было, никакого просто победы в первом туре никогда бы не было. А во втором туре неизвестно, что и как могло бы сложиться для него. Сегодня, понимая, что рейтинг Порошенко ниже Плинтуса, он сегодня там на третьем-четвертом месте после Тимошенко, Бойко, Садового, Рабиновича, да, вот где-то там идет Порошенко. И в этой ситуации что может за этим заявлением быть? Первое. Мы вводим военное положение на части территории. Наша Конституция говорит 100% о том, что если в стране есть военное положение, то все выборы отменяются. То есть, вот я очень боюсь, что они понимают, что ситуация уже накалена очень сильно в парламенте, в стране. Ведь реально парламент не имеет коалиции. Я, кстати, хочу поприветствовать депутатов Одесского областного совета, что они все-таки смогли удержать тяжелую ситуацию, которая сейчас была, я просто знаю, много встречался с ними. Когда реванш определенный, ну, бывшая часть партии регионов хотела взять, скажем так, мини-переворот сделать, они смогли демократические силы. Ну, у нас всегда, да, перед расстрелом они умеют договариваться, что удержали. И очень хотелось бы, чтобы вот эта ситуация везде, на всех уровнях, в том числе и в Верховной Раде. Да, я тронул коалицию, поэтому вспомнил об этом. Она должна быть удержана. Необходима вот та жадность, которую власть сегодня осваивает. Да, вдумайтесь, основная работа не создать новые рабочие места, не создать нормальные условия жизни людей, а освоить бюджет. Вот, все, у них даже термины такие появились. Освоить бюджет, это, ну, позор, позор для страны. И когда мы вот предыдущую тему говорили Евросоюз, то это, ну, как об этом говорить, да? Это стандарты. Хорошо. Да, понятно, ситуация в АТО тоже. Что касается местных тем, мы не можем не коснуться их. И у нас, к сожалению, наша власть, местная, я имею в виду, Одесская городская власть, занята тем же вопросом. Это осваивать городской бюджет. И вот, чтобы не мешали осваивать, ну, скажем так, и не придавали огласки те или иные вопросы, которые обсуждаются. Ну, в частности, на сессиях горсовета, естественно. Решили просто не пускать туда неугодных, скажем так. И это показала, вот, последняя сессия, которая была в Одессе, не обошлось опять без столкновений, без скандалов, без происшествий, без избиений и так далее. Причем участвовали уже и муниципальная охрана, и частная охранная фирма, и полиция, вроде бы, была, и нацгвардия были. Ну, то есть присутствовали все, но без скандала не обошлось, к сожалению, да. С одной стороны, скандалы очень часто делаются искусственно, потому что они выгодны, ну, любой политической силы. Как бы вы не говорили обо мне, хорошо или плохо, главное, чтобы вы говорили обо мне, да. Этот принцип, он очень часто действует, и когда ты не можешь создать своей деятельностью информационного повода, ты его иногда создаешь вот такими искусственными вещами. Причем это выгодно получается, с одной стороны, и той же власти, она же потом выходит, рассказывает, объясняет эту ситуацию, и тем, кто создавал ситуацию. Чтобы этого не было, я очень хорошо помню, Киевский городской совет имел счастье когда-то в жизни быть депутатом, там, в конце 90-х, начало 2000-х годов, депутатом Киевского городского совета, когда работал в Киевской городской государственной администрации. Мое предложение было, оно было поддержано депутатами Киевсовета, мы открыли прямую трансляцию всех абсолютно заседаний Киеврады. И как бы в определенный момент времени, там, Черновецкий не пытался отменить это решение, как бы Клиловичко не хотел, они там говорили, нам зал надо отреконструировать, перейдем в другой, он не оснащен, депутатский корпус после этого всегда настаивал, чтобы прямая трансляция всех заседаний Киеврады была. Включая имущественные, земельные, бюджетные вопросы, это право громады города знать. Поэтому я думаю, что было бы правильно и не так дорого приобрести там десяток этих камер поставить в разных местах, наладить, когда идет сессия, она тоже у вас идет не каждый день. Поэтому в тот период, когда найдет, было бы правильно и хорошо, чтобы это работало. Правильно и хорошо было, чтобы работал регламент, который позволял бы и провладным, и оппозиционным депутатам высказывать свою точку зрения. В то же время, очень часто, я столкнулся с этим в Киеве, скажем, часть тех, кто хочет себя показать оппозиционным депутатами, на самом деле оказываются мелкими взяточниками и людьми, которые хотят из той или другой ситуации что-то поиметь. То есть в Киеве, да, принимается детальный план территории. Ну у нас на чем играются сегодня? На имуществе и на земле. Земля, самая основная сегодня ценность, что есть в городах и исключительное право распоряжаться землей, это сессии городского совета. Принимается план детальной планировки территории. Для того, чтобы его принять, ты пробегаешь, ища диада, согласовываешь, получаешь все эти разрешения. Потом кто-то из депутатов, а на этом плане какие-то фирмы потом планируют свой бизнес. Депутат берет, идет в суд, подает отменить план детальной планировки. А со всех бизнесменов, кто попал на эту территорию, ходит и говорит, дайте деньги, дайте взятку, и я отозову свой иск через какую-то общественную организацию. Вот это тоже, чтобы этого не было, и здесь вот этот баланс интересов, публичность должна быть. Будет публичность, тогда не будет вот этой коррупционной составляющей во всех этих вопросах. И будет открытость. А в целом, ну, наверное, правильно было бы, чтобы, ведь каждый депутат в основном имеет свой округ, да, хоть эта система позволила паре депутатов быть на одном округе. Я не знаю, как в Одессе, а вот в Киеве получилось, что даже есть один гениальный округ, где три депутата от разных партий прошли. А есть округа, где нет ни одного депутата, то есть они все набрали меньше. Речь в основном вот в этой ситуации, что касается сессии Горсовета, что касается принимаемых решений, как раз об общественниках. О людях, которые занимают, представители общественных организаций, представители политических партий, просто горожане, которые приходят, они не имеют возможности не попасть на заседание сессии, не донести свою позицию, не отстоять свою позицию. По большому счету, я тут, Саш, двойственное у меня. С одной стороны, я, допустим, не люблю вашу нынешнюю власть, я честно говорю, да, я считаю, что очень многие вещи, они делают непрозрачно, неправильно, и то, что касается, вот мы по пляжам… Поговорим обязательно. Поговорим, да, потому что тема, ну сейчас сезон, все, мне задавали очень много вопросов на эту тему, да, и я понимаю, что без власти или без отсутствия решений и действий власти, эту проблему никогда не решишь, да? Конечно, ну да. А люди ее поднимают. Мы в предыдущих там, мои визиты, мы обсуждали с тобой там и ту же самую реконструкцию центральной части, и потом Темкинская лестница, и парк, как отмывались или осваивались бюджетные деньги и так далее, и так далее, и так далее. Ведь все компании, которые побеждают тут на тендерах, они все в той или иной степени очень близки к нынешней верхушке одесской, да, и идет освоение бюджета, и ни для кого это, ну скажем, не секрет, люди все это видят, понимают. Кто-то говорит, ой, слава богу, хоть что-то поменялось, и за это им спасибо, да? А кто понимает, что сегодня бюджет это уже в миллиардах городской, да, и кто понимает, какие это денежные потоки, и как они идут по чьим-то карманам, да, а… Те уже, да, те уже задумываются, что это неправильно. И это надо менять, и что нужна здесь прозрачность. С другой стороны, я не думаю, что любой общественник, любой, кто захотел, он должен быть там. Существует на сегодняшний день закон «Хорош чем?» И в Кривом Роге, скажем, уже эту процедуру запустили по отзыву депутатов. Если что-то не так, пожалуйста, мы, избиратели этого округа, можем собрать инициативную группу, собрать количество подписей и подать в Горсовет, в городскую избирательную комиссию, отозвать того депутата. Но не может общественник, который не победил, не набрал большинства голосов, диктовать условия ради. Да, для этого все-таки представителем является депутат. Если вы избрали, и он не делает так, как вы считаете, на этой территории, я бы, конечно, запускал механизм отзыва депутатов. Причем независимо от какой партии, но они потом, городская избирательная комиссия, на ваши письма, год вы не имеете права его трогать. Год уже с 15-го пролетел, уже с 17-го. Ну да, уже имеем право. Имеем право. Я же говорю, что первый прецедент по Кривому Рогу, он есть. И поэтому этим можно пользоваться и можно делать. И еще одна тема, которую вы совершенно справедливо упомянули. А мне просто задавали вопрос. Я не мог ее обойти тоже, я ее оставил на закуску. Это, конечно же, ситуация на одесских пляжах. Потому что мы город курортный, у нас много городских пляжей, но, к сожалению, доступа на эти городские пляжи становится все меньше и меньше для простых, рядовых, обыкновенных граждан и одесситов, и гостей нашего города. Последний пример – это пляж, всем известный в Одессе, я думаю, вы тоже его хорошо знаете, Лагуна, там нашумевший пляж. А, это где Саакашвили сносил заборы. Совершенно верно. Да, да, да. Вновь там возник забор, и вот недавно общественники его сносили, опять не обошлось без столкновений, потасовок и так далее. То есть, ну, как говорится, как вы считаете, доколе это будет продолжаться? Ну, к сожалению, беспринципность нашей власти на всех уровнях, да, она привела к тому, что это стало проблемой не только Одессы. Вы в прибрежной зоне, будь то морская прибрежная зона или вдоль речек, сегодня увидите сплошняком стоящие заборы. Так вот и обидно-то, что вроде мы у моря, а Одессе там уже и негде на пляж сходить. И в этой ситуации, конечно, законодательство, ну, там, Верховная Рада проголосовала, да, что прибрежная зона должна быть открыта. Очень часто ради своих идут на обход такой мягкий, скажем, закона. Они передают, типа, эту территорию мы же не закрываем, мы передаем им в аренду, вы там ставьте свои топчаны, вы давайте. Но, как правило, создается определенная монополия. Когда есть монополия, тогда страдает всегда качество, тогда более дорогая услуга. И человек, который просто не имеет денег, да, он фактически не имеет права воспользоваться, ну, общим достоянием. Конечно, здесь вот эти моменты, они должны быть отрегулированы. Возможно, если не получается по-другому, приходится ломать эти заборы, получается, что только через общественников это можно сделать. Возможно, в этом, ну, тогда нет другого механизма, да, и власть должна понять, что чем больше она таких вещей допускает, тем меньше поддержки у этой власти будет на следующих выборах. Конечно, я тут недавно один просто анекдот слышал, когда там плывут в лодке и рассказывают, что мы же втроем голосовали, а Обама еще там, про Обаму был, Лукашенко, и наших там это анекдот. Говорит, я только не понимаю, как это, говорит, произошло. Нас трое, а за Лукашенко проголосовало четверо. Вот если эта система выборов останется такой, да, что количество избирателей такое, мы помним, а на некоторых участках у нас было по 102, по 110 процентов, тот, кто приходит и голосует, то с властью будет бороться очень и очень тяжело, потому что, как правило, она цементируется, основные средства массовой информации у нее, основные бюджетные потоки, все зависимые люди, все это имеет место быть, и вот эту систему надо ломать, и вот тут общественность, конечно, должна принимать самое активное участие, показывать, показывать минусы. Мы же тоже, вот, громадский рух Миколы Томенко, Ридна Караина, очень много в этом плане делаем, мотаемся по стране, показываем, где, что я. По тем же пляжам вы задали вопрос, а я сегодня проводил, ну, с нашими активистами, там, несколько встреч, и я вам скажу, что, почему я это назвал, люди мне задавали этот вопрос, то есть, фактически, это актуальность, и ты задаешь, и люди задавали, то есть, оно совпало, и в этой ситуации, я думаю, что городские власти, если это уже настолько остро, то, уважаемый господин мэр и депутаты городского совета, вы должны на эти вопросы обратить внимание, чтобы потом не было поздно. Что ж, спасибо большое, я надеюсь, что все-таки вот после такого призыва обязательно обратят внимание. Я тоже надеюсь. Спасибо большое. Тем более, у нас реально других мест, ну, настолько знаковых для отдыха, да, если раньше там эту часть занимал где-то Крым, то сегодня нет, сегодня это Одесса, и здесь вся Украина, и вы должны в этом плане быть примером для всей Украины, показывать и понимать, что лицо Одессы, это лицо всей Украины. Спасибо большое. Всего вам доброго, успехов, и ждем в очередной раз в гости. Спасибо, спасибо, Александр. До свидания. Спасибо. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.